Всем привет! Это новый выпуск блога Покердом. Привет! В прошлом выпуске мы рекомендовали вам поменьше блефовать со слабыми игроками, так как это не очень выгодно. Однако есть блеф или элемент блефа, который выгоден. В этом выпуске мы расскажем про элемент блефа «Продолженная ставка» или, как его по-простому называют, «Контбет». Допустим, вам выпала сильная карта АК. Вы делаете рейс, и несколько игроков уравнивают его. Но на флопе вам не попадается ни туз, ни король. Что же делать? Так как вы проявили свою силу до флопа, вы можете попробовать проявить ее снова, чтобы напугать соперников. Иначе ставку сделают они и напугают вас. Такая ставка и называется «Контбет». Иногда очень даже помогает. А в далеком Монреале отгремел очередной этап WPT. За три стартовых дня главный турнир канадского этапа мирового тура собрал за игровыми столами 697 человек. 3,5 миллиона канадских долларов разделили 80 счастливчиков. Следующий этап мирового тура проходит в Праге. Он стартовал уже 1 декабря. Впрочем, в зимнее время года в Праге не всегда хорошая погода. Возможно, не всем поклонникам покера известно имя Кассиуса Кулинджа. Но наверняка многие видели его картины, изображающие играющих в покер собак. По сообщениям аукционного дома Сотбис, картина под названием «Игра в покер» была продана за 658 тысяч долларов. Выполненная маслом на холсте, картина датирована 1894 годом и была написана первой, по сути не являясь частью серии, над которой художник начал работать с 1903 года. Хотя картины Кулинджа предназначались для рекламного календаря, но благодаря интересному подходу и затронутым социальным темам, интересно коллекционерам и сегодня. Десять лет назад две картины из серии «Смелый блеф» и «Ватерлоу» ушли с молотка за 590 тысяч 400 долларов. До этого самая дорогая картина Кулинджа стоила 74 тысячи долларов. Какая прелесть! А на Покердом вам не придется ждать десятилетия, чтобы заработать такую сумму. Заходите на Покердом и выигрывайте прямо сейчас! В Амстердаме завершился главный турнир Мастер Классиксов Покер. До четвертого и последнего игрового дня смогли добраться 9 из 291 стартовавших игроков. Стоимость участия в турнире составила 4250 евро. Первое место и главный приз размером 300 тысяч евро достался финскому игроку Юсине Валино. Что интересно, финн уже играл за финальным столом этого ивента. В 2011 году проиграл только в хедзапе, а в прошлом году смог финишировать пятым. Из этого можем сделать вывод. Не отчаивайтесь, если вам не повезло с первого раза. Удача ближе, чем вы думаете. С 30 ноября по 27 декабря в Покердом проходят недели Амахи с призовым фондом 1 миллион 200 тысяч рублей. Это соревнование для кэш-игроков в Амаху на лимитах от 2-4 рубля и выше. Чтобы игроки всех уровней могли побороться за призовые, акция разделена на три группы в зависимости от размера играемых ставок. Еще есть время побороться за призовые. Поспешите! С 7 по 26 декабря на Покердом проходит серия турниров за звание лучшего турнирного игрока года с призовым фондом 500 тысяч рублей. Все, что вам нужно делать, это играть в турнирах со специальным названием BPT и зарабатывать рейтинговые очки. С 7 декабря по 14 января на Покердом проходит лотерея с призовым фондом 1 миллион рублей. Вам нужно просто играть в покер, собирать разные комбинации и получать за это лотерейные билеты. Сколько отличных акций! Можно хорошенько заработать. А мы завершаем наш выпуск. Помните, когда на руках выигрышные карты, следует играть честно. По крайней мере, так сказал Оскар Уальд. Всего хорошего, друзья! Пока-пока!